Вопрос. Мы со своей женой собирались в этом году совершить паломничество, однако похоже мы вынуждены отложить поездку на следующий год. Но на следующий год у нас другие планы, мы планировали ребенка. Жена спланировала это и мы не можем отложить, так как мы уже женаты два года. Нет смысла откладывать рождение ребенка более этого срока. В итоге мы или совершаем паломничество, или рожаем ребенка. Я уговариваю ее подождать, пока мы не совершим паломничество, так как это наша обязанность. Однако она видит, что рождение детей это тоже обязанность, и с этими ее словами я несомненно согласен. Какую из двух обязанностей следует предпочесть? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, тот, кто имеет материальные и физические возможности совершить паломничество, обязан как можно скорее совершить его, и откладывать его запрещено. Во-вторых, рождение детей – основная цель женитьбы. Рождение детей приводит ко многим другим благам. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, в нескольких хадисах призывал общину к этому. Мы советуем вам поспешить с рождением детей и не откладывать на более долгий срок, помимо того, что вы уже прождали. Вы упомянули, что ждете уже два года. Дети – это великое благо, которым Всевышний Аллах наделяет человека. Даже если паломничество следует совершить как можно скорее, как это было сказано, его можно отложить при наличии уважительной причины. Вы не знаете, когда Аллах одарит вас потомством, и, возможно, Аллах наделит вас детьми, и это не помешает вам совершить паломничество. И Аллах облегчит вам это. Шейху Ибн Усеймину, да помилует его Аллах, женщина задала вопрос. «Я хочу впервые совершить паломничество. Я замужем, и у меня есть малые дети. Младшей из них пять месяцев, и она находится на естественном вскармливании. Но наряду с молоком она уже может есть и другую пищу. Муж запрещает мне совершить паломничество из-за естественного вскармливания. А я не хочу брать ее с собой, опасаясь того, что она заболеет, или что на нее может повлиять смена климата. А также потому, что она станет отвлекать меня от поклонения. Могу ли я оставить совершение паломничества в этом году по этим причинам? Он ответил, на женщине в подобном положении не будет греха, если она отложит паломничество на следующий год. Во-первых, потому что многие ученые считают, что паломничество не обязательно совершать тут же. И что человек, даже имея возможность совершить его, может его отложить. Во-вторых, женщине необходимо остаться для присмотра за детьми. А уход за детьми – это великое благо. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, «Женщина является пастырем в доме своего мужа, и она несет ответственность за свою паству. Поэтому я скажу, чтобы она подождала до следующего года. Просим Всевышнего Аллаха облегчить ее дела и предопределить то, в чем для нее благо». Также есть и другая причина, по которой вам лучше ускорить рождение детей и не откладывать более. Это желание вашей жены иметь детей. Дети – право каждого из супругов. Поэтому, если один из супругов желает детей, второй не имеет права запрещать или откладывать это, если на то нет причин, дозволяющих это. Что касается паломничества, то даже если оно, несомненно, является обязательным, его обязан совершить только тот человек, который в состоянии сделать это. Если беременность и роды помешают совершить паломничество, то следует знать, что достижение возможности, то есть достижение условий, когда паломничество становится обязательным, не является обязанностью мусульманина. Если, например, человек беден, то он не обязан накапливать имущество и становиться богачом. Если человек болен, то он не обязан лечиться ради совершения паломничества и достичь физической возможности совершить паломничество и т.д. Условия, при выполнении которых человек считается в состоянии совершить паломничество, ученые называют то, без чего обязательное не становится таковым. То есть поклонение не становится обязательным для половозрелого и разумного мусульманина без выполнения этих условий. Ученые говорят, что достижение этих условий не является обязанностью мусульманина. Шейх Ибн Таимия, да помилует его Аллах, сказал, «Это так называемый вопрос, то, без чего обязательное не становится таковым, является обязательным». Некоторые ученые допустили в этом вопросе ошибку и разделили этот вопрос на то, чего человек не может достичь, например, здоровье тела, определенное количество присутствующих на пятничной молитве и прочее, чего не может достичь человек. И то, чего человек достичь может, преодоление пути для совершения паломничества, обмывание частей головы во время омовения и прочее. Они сказали, что если нечто не становится абсолютно обязательным без чего-то, чего человек может достичь, то оно становится обязательным. Такое разделение ошибочно, так как то, о чем они говорят, относится к условиям того, чтобы какое-либо действие стало обязательным. Дело не становится обязательным, если не будет выполнено это условие. А совершение условия, без которого деяние не становится обязательным, не является обязанностью раба. Как гласит единодушное мнение мусульман, как в случае, когда человек в состоянии совершить его, так и в случае, когда он этого сделать не может. Например, человек не обязан достичь возможности совершить паломничество или накопить имущество, чтобы выплачивать с него закят. Когда человек достигнет возможности совершить паломничество, оно становится обязательным для него. И если у него накопилось имущество, с которого он обязан выплачивать закят, он обязан выплачивать его. Человек не обязан достигать возможности совершить паломничество, и он не обязан достигать возможности выплачивать закят. Поэтому те, кто говорят, что возможность совершить паломничество – это материальная возможность, как это в Мазабе Абу-Ханифы, Ащафиры и Ахмада, то они не делают обязательным добывание имущества. Ибн Муфлих, да помилует его Аллах, сказал, «То, без чего деяние не становится обязательным, не является обязательным», как гласит единодушное мнение ученых, и джимаа. Как в случае, когда мусульманин имеет возможность сделать это, например, добыть имущество для совершения паломничества и искупления, так и в случае, когда не имеет, например, не имеет руки, чтобы писать или обеспечить присутствие имама и необходимого количества молящихся во время пятничной молитвы. Резюме. Вам необходимо заняться вопросом рождения детей. И после, когда будет возможность совершить паломничество. А если возможности не представиться, то отложить паломничество до того момента, как возможность появится. А Аллах знает лучше.